Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела, всколохнувшего станицу Павловскую в ноябре 2020 года. Рано утром Сергей Худяков, поссорившийся с своей супругой, зарезал ее в их же доме. Расправившись с женщиной, он приехал к дому ее младшего сына, чтобы убить и его. Однако ему было оказано сопротивление, и Худяков, ранив в руку невестку, направился к дому старшего сына, убитой им супруги. 44-летний мужчина пытался дать отпор подсудимому и выхватить у него ружье, но тот нанес ему не менее семи ударов ножом, от которых потерпевший скончался на месте. Худяков попытался скрыться на машине, но его автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции. Подсудимый направил заряженное ружье в сторону полицейского, однако был задержан и обезврежен. Назначенный судом судебно-психиатрической экспертизой, проведенной в научно-исследовательском институте имени Сербского, подсудимый признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мотивом совершенного преступления он назвал безразличие по отношению к нему членов его семьи. В своем последнем слове подсудимый просил не наказывать его строго. Все осознал и прошу, не наказывать так строго. И прошу у ребят, которые я все-таки на много помог сделал, прошу прощения. Исследуя в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора. Следующие 24 года Сергей Худяков проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.